МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маркировки и прослеживаемости товаров. Во сколько она обойдется производителям? Сегодня в программе «Факт или фейк». Утверждение первое. Маркировка – лишняя трата для предпринимателей. Ежегодно мировая экономика теряет 90 миллиардов долларов из-за нелегальных производителей. Чтобы очистить рынок от контрафактной, некачественной продукции, на товарах все чаще стали появляться уникальные идентификаторы. Маркировка – это цифровой знак каждой единицы продукции. Каждый товар получает свое уникальное имя, которое зашифровано в датаматриксе. Благодаря этому государство здесь получит повышение собираемости налогов, прозрачный рынок, исключение контрафактной, контрабандной продукции, теневого оборота. Цифровая маркировка успешно применяется во многих странах. Например, в Южной Корее, Индии, Китае, России, США, Франции, Саудовской Аравии, Турции. Благодаря внедрению инструмента в России нелегальный оборот лекарств снизился в 2,5 раза, в Индии – в 2 раза. В Турции упал с 10% рынка до ноля. Из-за сокращения доли контрафакта и контрабанды экономия бюджета страны составила 1 миллиард долларов. В США маркировка позволила ускорить процесс отзыва лекарств с 3 дней до 10 секунд. О переходе на новую систему договорились и в ЕАЭС. В 2018-м страны-партнеры заключили соглашение, запустили несколько совместных проектов. В каждом из государств наметили даты, когда определенные виды товаров получат цифровой код. Обязательная маркировка началась в 2017 году и была впервые введена на изделия из меха. Затем эти правила стали применяться для табачных изделий с 1 октября этого года. На алкогольной продукции и обуви цифровой код появится в следующем году. На лекарственных средствах с 1 октября 2022 года. К сроку продавцы и производители должны зарегистрироваться в системе и приобрести необходимое оборудование. Если вы владелец торговой точки, то для реализации маркированных товаров вам необходимо наличие 2D-сканера, перепрошивка кассового аппарата. Необходимо загрузить обновленную номенклатуру товаров. Или можно воспользоваться бесплатной альтернативой – приложением «Нахты Сауда», разработанным единым оператором. Если же вы производитель, то в зависимости от выпускаемого товара вам тоже потребуется оборудование для маркировки. Например, если ваш цех производит обувь, то нужно приобрести ручной аппликатор, принтер для печати кода «Дата Матрикс» – соответствующую бумагу. При приобретении оборудования маркировочного государство может компенсировать 50% затрат, но есть предел ограничения 83 миллиона. Не выше 83 миллионов государство может вам компенсировать. То есть вы приобретаете оборудование маркировочное, то есть принтеры, сканеры. Вы обосновываете, что это оборудование именно для маркировки приобретается, подаете заявки. Таким образом, можете рассчитывать на поддержку государства. Несмотря на дополнительные затраты, разработчики уверяют, что маркировка выгодна для всех участников товара оборота. С одной стороны, плюсом идет, с другой стороны, это есть и минусы. Потому что один QR-код читает на одной пачке, а на другой нет. Но выгода в том, что развлечение идет от контрафактной продукции, идет табака. Утверждение второе. Потребителям не важна маркировка. Благодаря маркировке можно узнать сведения о производителе и местопроизводство, дату изготовления, срок годности, международный код товара и цену. Все эти данные можно сейчас выяснить и традиционным способом. И, к слову, наш опрос показал, большинство покупателей внимательно относятся к информации на упаковке. А в основном молочек смотрим. Если срок годности нет, это прошло, конечно, не берем. Конечно, обязательно обращаем внимание на маркировку. Это важно, что входит в состав продукции. Срок годности и срок реализации. Ну, конечно же, смотрим на страну производителя. Однако, не всегда то, что указано на пачке, является правдой. Ведь и производители, и продавцы могут переклеить бирки или поменять срок годности. Таких случаев на рынке немало. К сожалению, некоторые нерадивые, так сказать, производители умудряются перебивать. Почему? Потому что их продукция не продается в указанный период. И, наверное, от безыходности, наверное, они делают. Они просто перебивают еще плюс на месяц, два, три или полгода. В этой связи большинство людей не так... Я все-таки считаю, что сталкиваются с тем, что они покупают продукты уже просроченные. Особый спрос на быстро портящиеся товары. А потому в список приоритетных включили молочку. Пилотный проект по ее маркировке запустили 1 октября. Объем производимой молочной продукции в стране равен примерно 70 тысячам тонн. На долю импорта приходится 21%. Экспорт составляет около 10%. По данным экспертов, 33% молочной продукции не прослеживается. Сейчас разные эксперты по-разному называют долю теневого рынка. Но, по крайней мере, то, что он не меньше третий, а, скорее всего, больше, это все соглашаются. Вот маркировка, она делает, ну, просто невозможным этот теневой рынок. Вот физически невозможным. Может быть, по этому поводу кто-то и сильно огорчается. Но, еще раз повторяю, нам с вами просто будет очень выгодно, если весь товар будет идти в светлую от рождения и до приобретения. С введением маркировки производитель и импортер должен будет указывать только достоверную информацию. В противном случае, говорят разработчики, предусмотрено наказание. Утверждение третье. Маркировка не гарантирует качество. Цифровая маркировка помогает контролировать качество продукции на рынке, экспортировать на основные рынки сбыта, оптимизировать цепочки поставок, снизить конечную стоимость в долгосрочной перспективе и равномерно распределять стратегические товары, в частности, лекарства по регионам страны. Если говорить о минусах, то это в первую очередь дополнительные затраты для продавцов и производителей, а также эксперты прогнозируют изменение цен для потребителей. Однако, по словам разработчиков, корректировка стоимости может произойти и в пользу покупателей. Регулируется предельная розничная цена на каждое лекарство, продаваемое в аптеках. Но когда их спрашиваешь, а как вы обеспечиваете соблюдение этой нормы, они говорят, а как мы можем? Мы же не можем около каждой аптеки поставить контролера. Вот. А теперь, смотрите, если мы в каталог товаров поместим эту предельную цену, которую возьмем из базы данных не здраво, не выше этой цены, это лекарство должно продаваться в розничной сети. Значит, любой потребитель может, наведя своим смартфоном на этот дата-матрикс-код, узнать эту предельную цену и сравнить с той ценой, которая в аптеке. И если стоимость будет в разы превышать положенную, то казахстанцы смогут отправить жалобу на недобросовестного продавца. В итоге, как ожидается, за счет внедрения системы, доля теневого рынка в стране снизится на 50%, а бюджет, напротив, вырастет почти на 60 миллиардов тенге. Тот, кто вообще не будет вписываться в систему маркировки, он туда просто не впишется, его элементарно не будет. Более того, если кто-то даже будет отставать с приобретением необходимого оборудования, он тоже выпадет из системы. Вот. Штука-то достаточно жесткая. Нельзя идти, допустим, копировать опыт какой-либо страны прям в чистую. Почему? Потому что структура экономики разная. Если у них развитое производство, допустим, шуб и обуви, в Казахстане я не могу сказать, что оно развитое производство шуб и обуви. В этой связи мы должны пойти на ту, ту, ту продукцию, где мы более сильны, где есть наши производители, где инфраструктура готова, где бизнес более-менее, если я чуть-чуть уверена. Подведем итоги. Введение цифровой маркировки – процесс неизбежный. И, как утверждают эксперты, выгодный для всех участников. Потребители получат более качественный товар, продавцы и производители – прозрачность рынка и равные конкурентные возможности. Редактор субтитров А.Семкин